МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой Севастопольское информационное бюро первые новости города. В студии Диана Тырмус. Здравствуйте. Украина и Европейский Союз подписали во время саммита в Брюсселе экономическую часть соглашения об ассоциации. Документ предусматривает создание зоны свободной торговли. Подписи под документом поставили председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу, председатель Совета Херман Ван Рампей и президент Украины Петр Порошенко. Аналогичные экономические соглашения с Евросоюзом подписали Грузия и Молдавия. По словам Порошенко, это самый великий день для Украины после Дня независимости. Соглашение об ассоциации съезд для Украины, по его словам, это не только вопрос экономики, но и вопрос веры в европейскую мечту, за которые люди, цитата, отдавали свои жизни и здоровье. Конец цитаты. Подписание соглашения об ассоциации Украины, Грузии и Молдавии с Евросоюзом – это суверенное право данных государств. Однако в случае появления негативных последствий соглашения для российской экономики, Российская Федерация примет защитные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пакет возможных защитных мер очевиден. Все, что необходимо для защиты нашей экономики, будет предприниматься. 27 июня 16-этажного дома по улице Капитанской, 12, стали демонтировать опасные для жизни прохожих металлические конструкции. Напомним, в четверг с верхнего этажа здания на проезжую часть обрушились опалубка и мост, соединявший выступающие части дома. В результате аварии никто не пострадал, но, по словам очевидцев, конструкция едва не задела проезжающий автомобиль. Сотрудники МЧС приняли меры, чтобы избежать новых обвалов. В пятницу утром на месте строительства работал кран, с помощью которого специалисты освобождали верхние этажи от представляющей угрозу опалубки. Дорогу к яхт-клубу снова открыли. Точную причину происшествия специалисты пока не назвали. Сорвать с крыши металлические детали мог сильный ветер. К обрушению могло привести и отсутствие достаточного крепежа, удерживающего опалубку. 15-я береговая батарея, расположенная в районе Парка Победы, превращается в руины и зажимается со всех сторон новостроем. Общественная организация объединения патриотов Севастополя не первый год пытается обратить внимание властей на эту проблему. Председатель Севастопольского отделения организации Евгений Балашов обратился в редакцию нашего телеканала с просьбой еще раз показать, во что превращена батарея, имеющая героическую историю. 15-я береговая батарея, пережившая Первую мировую и Великую Отечественную войны, не может держать оборону перед современными застройщиками. Не щадят ее и вандалы, превращающие место, где геройские сражались и погибали предки в свалку. Людям, пытающимся сохранить историю Севастополя, больно видеть происходящее. Стояли пушки, которые стреляли по немецким кораблям Гебель и Бреславу. Причем было попадание в то время. Во второй оборону Севастополя здесь мужественно защищались около ста бойцов, уже будучи в окружении, и до 8 июля они держались. И даже на брустере батареи, видно следы от пуль, то здесь они были расстреляны. И они похоронены возле поворота с Фадеевно-Считовую, рядышком с которым недавно появилось двухстеклянное строение, тоже граничащее с Братским кладбищем. Это другой момент. Что касается этого объекта, здесь мы в течение трех лет уже стараемся каким-то образом актуализировать внимание общественности и властей города по поводу необходимости сохранения этого памятника. Потому что это единственная батарея, которой в Севастополе больше десяти, которая входила в реестр памятников. По словам общественников, четыре года назад городской совет при содействии отдела по охране культурного наследия и его руководителя Светланы Шевченко, земля вокруг батареи была выведена из охранной зоны памятника, поделена на участки и распродана. Началось бурное строительство, которое продолжается и сейчас. Ведутся строительные работы, земляные. Вынутый грунт сваливают где попало. Идет комплексная застройка даже многоэтажными жилыми домами. Что на земле ИЖС, которая была изначально выделена как ИЖС, это просто нелогично, непонятно и неправильно. То есть я считаю, что очень важно сохранить все-таки, попытаться сохранить этот культурный объект, потому что это уникальный объект, как и любая батарея, как и любой дот на территории Севастополя. Выяснилось, что многоквартирный дом на участках, предназначенных под индивидуальное строительство, построил кооператив «Прометей-1». Объект сдан в эксплуатацию 13 марта этого года. Председатель кооператива заверил, что владельцы квартир хотят сохранить памятник. Мы сами беспокоены этим, понимаем, что это как бы исторические должны быть памятники, и есть предложения и желания наших членов кооператива облагородить. Вот мне говорили, давайте покрасим, давайте мы просто сейчас, может, пойдем дальше к соседям, где дальше там дома построены, вместе что-то решить, может выйти на градсовет, что там будет. И мы готовы нести свою лепту, чтобы, может, сделать какой-то там, просто закрыть, сделать какие-то памятники. То есть мы сами этим беспокоены и готовы участвовать в этом. Общественники просят городскую власть обратить внимание на 15-ю береговую батарею. Форт с такой боевой историей не должен исчезнуть. Елена Анисимова, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Постановлением Севастопольского апелляционного хозяйственного суда 25 июня удовлетворен иск прокуратуры города Севастополя о возврате земельного участка, заявленный коммерческому предприятию «Герцог-Люк». Иск подан прокуратурой города Севастополя по результатам проверки соблюдения законодательства в сфере оздоровления и отдыха детей, в ходе которой на территории коммунального учреждения детский санаторно-оздоровительный центр ЛАСПИ обнаружены коттеджи, построенные сторонним частным предпринимателем для собственного отдыха. Прокуратурой установлено, что еще в апреле 2003 года между предпринимателем, директором ЛАСПИ и Управлением образования и науки Севастопольской городской госадминистрации заключен договор о сотрудничестве. Согласно договору, стороны условились совместными усилиями обеспечивать полноценное оздоровление и создавать лучшие условия для отдыха и досуга детей. Однако вместо комфортных условий для школьников на территории оздоровительного учреждения появились пять двухэтажных частных коттеджей и металлический забор. Таким образом, по указанному документу фактически состоялась передача земельного участка, принадлежащего детскому учреждению под застройку, без законных на то оснований. Согласившись с требованиями прокурора, суд признал договор 2003 года недействительным и обязал предпринимателя вернуть указанный земельный участок коммунальному учреждению ЛАСПИ. Решение суда вступило в законную силу. Полицейские вне ведомственной охраны по горячим следам задержали мужчину, который совершил ряд краж. На пульт централизованной охраны отдела вне ведомственной охраны полиции управления МВД России по городу Севастополь поступил сигнал «Треволга» из одного из супермаркетов Ленинского района. На место происшествия выехала группа задержания отдела вне ведомственной охраны. Войдя в торговый зал супермаркета, полицейские увидели потасовку. Кассир и директор магазина пытались задержать мужчину. Тот вырывался и даже нанес одной из женщин несколько ударов. Полицейские задержали злоумышленника. Стражам правопорядка сотрудники магазина рассказали, что несколько минут назад в магазин вошел мужчина под видом покупателя. Но уже через мгновение кассир магазина заметил его в подсобном помещении. Захожу, какой-то неизвестный человек роется за столом. Стол администратора. Там, видимо, стояла сумка, он уточнил кошелек. Ну, он посмотрел на меня, испугался, назадки круглые. Потом делась драка. Вот здесь. Мы его начали с нашим директором останавливать, он начал вырываться. Он оттягивает сумку, я вижу, что у него кошелек. Так я не поняла. А не кошелек, кошелек. Я такая, что за кошелек? Туда, это мой кошелек. И туда тоже начинали его прижимать, но покупатели на спотню, если он не смог убежать. Полицейские установили, что в этот же день задержанный совершил еще несколько краж в Балаклавском районе. В настоящий момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье кража. В правительстве Севастополя обсудили вопрос формирования тарифов на коммунальные услуги. На совещание пригласили руководителей городских предприятий, обеспечивающих население электроэнергией, водой, газом и теплом. Напомним, после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией тарифы на коммунальные услуги не возросли, а были пересчитаны в рубли по коэффициенту 3,4. Тем не менее, руководители коммунальных предприятий называют существующие тарифы убыточными и просят руководство города рассмотреть возможность увеличения стоимости услуг. Действующие тарифы не пересматривались на предприятия на протяжении четырех лет и не отображают экономической действительности. Нам тоже сейчас активно проводится работа по доведению действующих тарифов до экономически обоснованных. Мы плотно работаем с федеральной службой по тарифам. Мы надеемся, что в конечном счете мы доведем тарифы до экономически обоснованного уровня. Директор департамента городского хозяйства правительства Севастополя Андрей Атаманцев поручил руководителям предприятий в кратчайшие сроки провести расчеты и выяснить, какие тарифы были бы экономически обоснованы. Наверное, ни для кого не секрет, что избежать повышения тарифов не удастся. Вопрос только в темпах роста, так сказать. Мы надеемся, что темпы роста повышения тарифов будут совпадать с темпами роста доходов населения. Насколько увеличатся тарифы, пока неизвестно. В правительстве Севастополя обещают, что весь процесс будет освещаться через СМИ. Предприятиям дали три месяца для составления расчетов. В течение этого срока тарифы на коммунальные услуги должны оставаться на прежнем уровне. В Севастополь прибыл главный специалист России в области хирургии, академик Валерий Кубышкин. Совместно с представителями управления здравоохранения города он посетил хирургические отделения первой и девятой городских больниц. Кабинет функциональной диагностики, кабинет УЗИ, дальше идет физиотерапевтическое отделение. Привычное больничное, на что жалуетесь, в свой адрес слышали не пациенты, а доктора. В отделении хирургии Балаклавской поликлиники главный хирург России встретился со своими севастопольскими коллегами. Прошелся по больничным коридорам и палатам, оценил оснащение местных медучреждений. Бросается в глаза вот родение врачей за то место, где они работают, за то место, где они лечат. Но есть очень много проблем. Много проблем с оснащением, с бытовыми условиями для больных и для врачей, естественно. На то, чтобы изменить ситуацию в Крыму и в Севастополе, есть полтора года. За этот, по меркам современной медицины, короткий срок планируется привести систему здравоохранения на полуострове в полное соответствие российским стандартам. Для этого оснастить медучреждения необходимым оборудованием, подготовить специалистов и даже построить новые объекты. Мы можем построить замки, мы можем даже купить вертолеты и самолеты. Но наступит острая ситуация, и у нас не будет времени улететь куда-то в лучшую клинику, чтобы нам спасли жизнь и здоровье. Никакие деньги не уберегут, если рядом не будет самой главной системы безопасности. Она называется сегодня здравоохранение. В рамках федеральной программы модернизации системы здравоохранения Севастополь в ближайшее время посетят и другие специалисты из Москвы. Виктория Косыльенко, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. Идеальное электронное правительство. В Севастополе проходит второй день Всероссийского семинара-конференции по новому государственному и муниципальному управлению Севкомф 2014. 27 июня председатель правления Фонда поддержки национальных проектов Российской Федерации встретился с журналистами и рассказал об особенностях проекта и его работе в двух новых субъектах. Эффективный современный государственный механизм управления. Россия встала на путь необходимых преобразований для сокращения столь привычной советскому менталитету бюрократии и снижения коррупционных проявлений. Аппаратная культура СССР подразумевала очень серьезное вертикальное взаимодействие сверху вниз и снизу вверх. То есть доклад от руководства нижним органом от нижнего органа руководства. Но горизонтальное взаимодействие между ведомствами например здесь есть миграционная служба здесь министерство экономического развития и министерства был очень слабым. Такую систему быстрого и эффективного взаимодействия и призвано решить электронное правительство. За этими двумя словами стоит огромная работа. Абсолютно все ведомства необходимо привести к единому формату. К тому же передача данных должна идти по защищенным каналам связи. Транспорт данных обеспечивает всемирная сеть интернет. Мы понимаем нюансы этого использования потому что этот транспорт данных России не принадлежит. Это американский проект более того это бывшая военная сеть которую в любой момент могут выключить. Поэтому Россия заботилась о создании собственного национального интернета. Такой интернет гарантия оказания качественных и своевременных услуг. Своего рода государственная страховка. В этом году лидером по электронному правительству в Европе признана Мальта. Россия пока в двадцатку топ не входит. Однако всего за четыре года позиции нашей страны выросли вдвое с 54-го на 27-е место. Сегодня главная проблема с которой столкнулись два новых субъекта Российской Федерации отсутствие защищенных каналов связи. Но этот нюанс скоро устранят. Оптоволоконный кабель уже тянут по дну моря. Нерешенной остается проблема человеческого фактора. Наши чиновники как работают? Они работают либо идет сверху указивка как раньше украине говорили либо идет у них ревность от того что делает другой регион. Поэтому мы всегда собираем разные регионы и например Воронежская область показывает что у нас так а Липецкая область так и области они все время конкурируют между собой и у вас тоже есть Крым и Севастополь и мы показываем вот к Крыму начнется такое движение Севастополь начнут ревновать и к сожалению пока это является драйвером движения вот а драйвером движения должно быть должен быть некий профессионализм должна быть компетентность Москва не сразу строилась не сразу произойдут и изменения которых так ждут севастопольцы в один день колесо истории которое 23 года раскручивали в одном направлении вспять не повернуть сегодня уверен Сергей Юркевич перед органами исполнительной власти города стоят тяжелейшие вызовы прошло 3 месяца с момента вхождение Крыма воссоединение Крыма и Севастополя с Россией 2 месяца назначение губернатора за 2 месяца чудес не происходит с нуля это если мы говорим о смене команды даже в субъекте где была российская власть годами это занимает полутора до двух лет а здесь надо все с нуля вы хотели бы на самолете лететь я всегда пример такой привожу который глава Microsoft как это говорил чтобы он управлялся одним профессиональным пилотом или 20 энтузиастами которые бегали и говорили так правее левее вверх вниз вот нет тут это очень серьезный процесс уже очень скоро Севастополь может стать центром передовых технологий системы электронного правительства позволит каждому человеку без очереди в режиме онлайн оперативно получать всю необходимую информацию и решать повседневные вопросы Ксения Богинская Павел Красиков Севинформбюро В Севастополь прибыла делегация от ветеранских организаций Тамбова 27 июня ее представители встретились с активом Севастопольского Дома ветеранов в ходе встречи обсудили перспективы сотрудничества затронули тему патриотического воспитания молодежи гости из Тамбова отметили что ветераны нашего города смогли привить новым поколением севастопольцев любовь к родине именно поэтому весной 2014 года Севастополь удалось отстоять ветераны Тамбова уверены стране нужен закон о патриотизме там же прописать и государственную поддержку вот именно чтобы не было у нас людей выходящих на болотную площадь за деньги наших врагов ветераны Тамбова предложили севастопольцам совместными усилиями установить в городе памятник Григорию Александровичу Потемкину он не только сыграл роль в истории основания города героя но и получил звание светлейшего князя Таврического за присоединение Крыма к России в 1783 году Александр Васильевич Суворов Кутузов Федор Федорович Ушаков были в подчинении князя Потемкина есть ли где-нибудь у вас в городе здесь какой-то памятник или какое-то место или что-то о памяти об этом государственном деятеле и насколько я знаю ни в Союзе ни в России такого памятника нигде нет Также гости из Тамбова выразили готовность помочь севастопольским ветеранским организациям в получении грантов от государства в программе пребывания делегации в нашем городе посещение мест боевой славы кораблей Черноморского флота возложение цветов к вечному огню у мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов Московские историки разъясняют севастопольским коллегам тонкости преподавания отечественной истории и обществознания 16 июня в нашем городе проходят обучающие семинары их проводят 12 специалистов и практикующих педагогов Института Российской Истории Российской Академии Наук и Федерального Института развития образования За две недели они обучат наших педагогов в работе с новыми учебниками расскажут об основных различиях в изложении таких предметов как история и общество знания Занятия регулярно посещают севастопольские педагоги преподающие в городских школах гимназиях и профтехучилищах историю общество знания и право Ценные методические указания понадобятся педагогам в новом учебном году Больше всего вопросов у севастопольских преподавателей истории Специалисты Института Российской Истории Российской Академии Наук выделили 30 исторических событий трактовка которых расходится в российских и украинских учебниках С недавних пор после распада Советского Союза к сожалению и Древняя Русь тоже становилась объектом политической борьбы в том числе за историческое прошлое скажем украинская историография какое-то время довольно нервно относилась к тому что Древний Русский период эпоха скажем Владимира Крестителя Ярослава Мудрого рассматривается в курсе российской истории это киевские князья это князья украинские поэтому нечего собственно говоря вписывать их в российскую историю тоже острый момент расхождения между украинской и российской исторической науками это например вопрос о Переославской Раде 1654 года здесь доминирующие точки зрения в российской и в украинской историографии зачастую просто диаметрально противоположны начиная от того что в российской историографии Переославскую Раду рассматривают как одно из величайших событий 17 века как воссоединение двух братских народов в украинской историографии доминирующая точка зрения по крайней мере в 90-е годы была такова что это великая трагедия что это едва ли не завоевание Украины русскими царями основной упор в российских школах делают на изучение отечественной истории в России существуют два подхода в этом направлении первый подразумевает изложение отечественной истории в неразрывной связи с мировыми событиями второй представляет собой детальное изучение становления отечества в разные исторические периоды есть предположение что они получат учебники которые уже давно есть на вооружении в российских школах но они передаются ежегодно но есть и такая вероятность что к началу нового учебного года будет написан новый учебник во всяком случае то что я вот знаю пишутся пособия для учителей по так называемым трудным или спорным вопросам отечественной истории вот которым собственно и было посвящено нынешняя конференция преподавание отечественной истории напрямую связано с предметом общества знания в россии задачи этого курса намного шире и важнее чем на украине предмет общества знания направлен на выработку эффективных решений наиболее типичных проблем в социальной экономической политической и духовной сферах жизни подрастающего поколения в рамках нашего школьного исторического образования он получал достойные правдивые знания которые бы помогали ему формировать свою самость самостоятельность критичность мышления но на основе документальных выдержанных временем исторических источников которые отвечают требованиям и толерантности и культурности и тому что позволяет жить и трудиться в нашем беспокойном мире севастопольские педагоги благодарны московским коллегам за помощь в освоении российских стандартов обучения семинары продлятся до 30 июня Иван Клепачев Анатолий Паньков Севинформбюро Месяц назад из Севастополя в детский лагерь Олимпийский Всероссийского детского центра Орленок отправились 10 севастопольских школьников бесплатные путевки достались юнормейцам Севастопольского центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи и активистам поисковой организации Русичи Итоги поездки подвели на посту номер один На тематическую смену в детский центр Орленок приехали более 250 подростков в возрасте от 13 до 15 лет Это ребята из 48 регионов России победители Всероссийского конкурса творческих проектов поиск находки открытия а также представители школьных поисковых отрядов Севастополя В лагере ребята не только укрепляли здоровье но и делились опытом работы своих организаций Они оформили выставку экспозицию имена солдатских медальонов стали участниками военно-спортивных игр и поисковых экспедиций Для ребят были организованы встречи с героями Российской Федерации и Советского Союза ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий Я получила эту путёвку потому что я отстояла честь своей школы я очень старалась Мне больше всего запомнилось в лагере это поездка в Новороссийск и поход это было очень интересно увлекательно у меня много фотографий также в лагере у нас было множество конкурсов В школе поисковика ребята освоили не только теорию поисковой работы они активно работали с картами и навигационными приборами учились ориентироваться на местности и оказывать первую медицинскую помощь вернулись из лагеря с медалями грамотами и наградами Больше всего мне понравилось в лагере это наша компания мне очень запомнился наш отряд мы поддерживаем связь общаемся в интернете мне понравилась поездка в Новороссийск мы посетили крейсер Михаил Кутузов и были на Новой Земле 20 лучших севастопольских юно-армейцев вскоре отправятся в оборонно-спортивно-оздоровительный лагерь гвардеец сегодня мы собрались на посту номер один для того чтобы сказать напутственное слово следующим нашим посланцем от города героя севастополя это наш отряд гвардеец это ребята которые поедут во вторую смену в город Пенза по приглашению полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и при поддержке губернатора нашего города Сергей Иванович меняела в течение 18 дней юные севастопольцы будут жить на территории военного гарнизона и носить военную форму ребятам предстоит освоить строевую подготовку познакомиться с современной военной техникой встретиться с боевыми офицерами проявить себя в военно-прикладных и спортивных соревнованиях дети познакомятся с историей и культурой Пензенской области примут участие в экскурсионной программе а также расскажут новым друзьям о героической истории и славных традициях Севастополя Алена Пашковская Наталья Данилова Дмитрий Фомин Севинформбюро По информации синоптиков Севастопольской гидрометобсерватории в выходные дни 28 и 29 июня в городе ожидается переменная облачность без осадков ветер северный умеренный ночью до 20 днем до 25 градусов тепла температура воды в Севастопольской бухте 22 градуса за минувшие сутки в Севастополе на свет появились 10 детей 7 девочек и 3 мальчика к этому часу все выпуски Севинформбюро смотрите в субботу и воскресенье в 6 8 17 30 в 19 в 21 30 в 23 00 и в 2 часа ночи уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdefistv.com онлайн-трансляцию канала смотрите на сервисах Диван ТВ и Гоу Веб новости Севинформбюро слушайте также в эфире радиостанции 102.0 ждите новостей хороших выходных до встречи Севинформбюро